В целом областью за минувший год выполнено 9 из 17 доведенных показателей, среди которых номинальная заработная плата, энергосбережение, а также выручка от реализации продукции по коммерческим организациям в расчете на одного среднесписочного работника. Несмотря на положительные темпы роста по остальным заданиям, прогноз выполнен не был. Особенно это касается промышленного производства, инвестиций в основной капитал и подрядных работ. Среди регионов республики область по большинству показателей развития занимает средние позиции. Исключение экспорта услуг и валовой продукции сельского хозяйства, где область находится в лидерах, а также среднемесячная заработная плата, где по году нарастающим итогом область на последнем месте. Однако, начиная с сентября, по уровню по месячной заработной платы мы опередили Битебскую и Могилевскую области. Также, как положительный момент, хотелось бы отметить, что в 2014 году область впервые с 2011 года поднялась с последнего на пятое место по валовой добавленной стоимости в расчете на одного занятое, опередив в те же Битебскую и Могилевскую область. Кроме того, область на третьем месте после города Минска и Минской области по отдельному весу валовой добавленной стоимости в выпуске продукции. Безусловно, оценивая полученные в минувшем году социально-экономические результаты деятельности региона, нельзя не учитывать влияние объективных факторов, таких как ухудшение внешнеэкономической инфраструктуры, ограниченность и высокую стоимость кредитных ресурсов, а также рост цен на сырье и материалы. Вместе с тем, далеко не все представители власти на местах, а также руководители предприятий использовали полный комплекс мер для выполнения доведенных показателей. Анализ сложившейся ситуации и поиск путей выхода из непростого положения – главная задача настоящего времени для многих организаций области. Мне непонятно, что во многих регионах наших, там независимо, мы не должны делить ни республиканские, ни коммунальные, ни безведомственные подчиненности. Нам делать необходимые экономические анализы, этим должны заниматься заместители председателей, которые сегодня здесь присутствуют, исполкомы по экономике и соответствующие службы. Так не должно происходить. У нас обвал произошел не по нашей вине, по вине наших соседей. Практически он начался с октября месяца, так? До октября месяца все стабильно было. Спрашивается вопрос, почему за 9 месяцев предприятия не могли создать какую-то подушку безопасности и работать. Необходимо ввести постоянно четкий анализ и понимать, что происходит на предприятиях. И не доводить их до банкротства, как у нас, к сожалению, происходит по некоторым предприятиям. И сегодня в очереди уже стоят порядком, с которыми не знаем, что делать.